Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 января и сегодня я весь день занимаюсь землей. Перед тем, как очередной видеоролик снять про приготовление грунта, я хочу показать вам, что я купила в садовом магазине на сезон 2019, что нам понадобится сейчас в первую очередь, а что потом. Конечно, как бы ни хотели мы вырастить натуральные какие-то свои овощи, фрукты, вот уже невозможно представить себе без всяких вот этих препаратов, средств. Во-первых, для лета я купила нынче первый раз слизнеед от слизней и улиток. Нынче первый раз в жизни на нас напали, ну или это были слизни, или это были не слизни, я так и не определила, но слизней было очень много. Объели очень много перца и хочу сразу же весной, летом, вот при высадке, при обработке грунта и слизнеед использовать. И вот купила еще медвитокс от медведки и садовых муравьев. Муравьев тоже очень много. Много лет борюсь с ними, но они все равно приходят и тлю, таскают на яблони у меня. Ну, короче, вредят немножко. Потом, на очень большое будущее, туда-туда, на лето, на осень, купила я ордан. Потому что применяю я его или не применяю, но я всегда должна знать, что он у меня лежит, вдруг будет дождливое лето, вдруг появятся какие-то признаки заболевания, возможно, даже профилактическую работу. Это очень эффективное средство от фитофторы. Кого тревожит фитофтора, у тардана многие люди пользуются. Хотя, я уже говорила, что есть две группы, кто-то вообще никакими вот такими медсодержащими не пользуется голубыми средствами, кто-то пользуется. Я пользуюсь. Я купила и ордан, и одну пачку бордосской смеси. Потому что бордосскую смесь можно иногда и в лотке полить, чтобы продезинфицировать, и помидоры можно опрыскивание провести. Но это только в тех случаях, если будут заболевания. Также от болезней приобрела уже сейчас сразу, но не только от болезней. Иногда какое-то место протравить. Я вот говорила про медный купорос, что у меня один раз даже была лилия. Лилия многолетняя, несколько лет не пересаживала, напала на нее паршах. Вот они начали гнуться, вот кучерявятся такие. Чтобы в середине лета не высаживать ее, не промывать, не обрабатывать, Я просто делаю раствор медного купороса, поливаю вот в эту, в прикорневую вот эту зону. Все. Следующие листья расправляются прям по мгновению волшебной палочки. Медный купорос может выручить нас вот в такие моменты, как нужно будет убивать грибки в грунте. Также сразу купила железный купорос и серу коллоидную. Это все одно и то же, ну как одна группа, это все от болезней. Это будет когда-то после. В первую очередь, что мне пригодится из того, что я купила? Вот, конечно, фитоспорин. Когда мне сейчас задают в комментариях вопросы, что почему вы не рассказываете, как боретесь с фитофторой, но я уже говорила, что борьба с фитофторой начинается уже сейчас, на фазе подготовки грунта. Я вот сегодня или завтра его уже разведу, у меня старый закончился. Я купила вот привычный, который в пасте твердый, какой-то купила вот новый, написано, супер универсал, быстро растворимый. Он в пасте, но такой мягенький-мягенький-мягенький. Вы знаете, что фитоспорин растворить сложно, он долго разводится. И купила в порошке. Все три вида фитоспорина я купила. А вот это написано, фитоспорин-М усиленно эликсиром плодородия гуми. То есть, вот это они сделали уже два в одном. Это и вот патогенные микрофлоры и повышение плодородия почвы. Так, фитоспорин... Да, я отвлеклась вот про фитофтору, что уже сейчас, когда мы почву вместо воды смачиваем фитоспорином, вот как я говорила, что вот замешиваем, это как тесто, вот эту землю, это уже начинается у нас борьба с фитофторой, то есть профилактика. Чем чаще, чем больше мы будем делать профилактических различных вот этих процедур, тем меньше придется бороться потом, на исходе лета, когда осень, когда начнутся дожди, когда будет холодно. Если рассада будет, и земля будет подготовлена нормально, рассада будет крепкая, здоровая, то меньше шансов ей заболеть фитофторой. Ну и, конечно, основные, которые нужны сейчас для выращивания рассады, это различные природный эликсир плодородия, вот этот гуми, это я уже рассказывала, им можно повысить плодородие вот сейчас грунта в лотке, в который мы будем сеять семена, можно сделать потом подкормку рассаде, вот это именно природные различные удобрения на основе гуминовых кислот, и все-все вот эти вот, гумат калия, гумат плюс семь микроэлементов, потом гумел люкс, у меня все вот эти вот препараты, все одной направленности, то есть можно сделать подкормку, можно улучшить плодородие почвы, все это направлено на то, чтобы рассада была здоровенькая, чтобы она не испытывала голода, даже если в грунте чего-то не хватает. Вот, например, вот этот гумат семь плюс, я вот, например, тоже не уверена в стиле, есть микроэлементы в моем грунте, я беру герновую землю и добавляю туда перегной, но мы же не делаем анализ, и когда у нас растение вот какое-то, по таблице смотрим, меняет цвет листа или меняет форму листа, всегда специалисты пишут, возможно, нехватка какого-то элемента, но как определить какого? Во-первых, это сложно, не все это могут. Вот, добавлять набор гуми и семь элементов, микроэлементов, которые необходимы нашим растениям, и тогда мы будем знать, ну, более-менее спокойнее будем, будем думать, что ему все хватает. Потом, конечно, купила микробиологический препарат вот от фитофтороза, от лучнистой росы, мы никто точно не можем со стопроцентной гарантией сказать, что все это помогает, все эти биопрепараты, но покупать-покупаем, добавлять-добавляем, все равно мы все эти обработки делаем, потому что вроде и так спокойнее, ну, заболеваний нет, может быть, они помогли, может быть, растения сами по себе были здоровые. Потом вот купила, но это я купила больше для показа, все вот спрашивают, что можно, как сделать сладкие помидоры, как сделать, чем подкормить. Вот монокалийфосфат, это те вещества, калийфосфор, которые нужны будут нашим томатам, когда они начнут уже формировать плоды, и для того, чтобы томат был именно полноценный, сладкий, если в вашем грунте не хватает фосфора и не хватает калия, нужно добавлять вот такие. Но про это я буду рассказывать после, сейчас он мне пока еще не нужен, и вот из той же серии вот эти препараты, селитрокальциевая. Это как раз вот тот препарат, которым можно делать опрыскивание для того, чтобы не было вершинной гнили, потому что вы знаете, что вершинка это недостаток кальция. И если кальций вы не вносите как-то вот в землю, в удобрениях, то потом вы можете помочь своим растениям вот опрыскиванием. Но это все подробные, это отдельные темы. Купила сразу бутон для томатов, перцев и баклажан. Это для раннего урожая. Вдруг будут неблагоприятные условия, будет плохая завязываемость вот у первой партии. И тогда буду делать опрыскивание бутона. Селитрокальциевая я еще купила. Все. В основном, а вот еще жидкое удобрение. Это тоже, я сегодня про него рассказывала. Вот такие жидкие, гуминовые удобрения. Можно грунт повышать, плодородие. Можно делать подкормки, рассаде. Можно делать опрыскивание по листу. Вот это вот безопасное, экологически чистое. Этим вы никогда не навредите. Вы не сожжете рассаду. Вы никогда не перекормите. Даже если будет в грунте чуть больше, растение возьмет именно столько, сколько нужно. Ну и, конечно, взяла от наших вездесущих вредителей, насекомых. Я взяла Консента, средства, пользуюсь им уже два года. Мне очень понравилось. Если вы видели Привикур Энерджи, то, наверное, узнали, что вот в таком же шприце, в такой же упаковке, к сожалению, я опять не смогла купить себе Привикур Энерджи, то есть то средство, которое мне больше всего понравилось, которым я хотела бы нынче обрабатывать почву, обрабатывать семена. Вот жду пока. На следующей неделе поеду еще в один магазин. Вот это средство от растений, я потом вам расскажу, оно очень эффективное. И я беру его на тот случай, если, например, вдруг какие-нибудь заведутся, некогда варить мыльный раствор, там мыльнозольный, там всякие другие народные средства. Пользуюсь вот этим. Все. Вот это тот необходимый набор, который нужен. Но сюда еще я не стала выкладывать, я купила осенью в том году. Нужен суперфосфат будет, если у вас бедные почвы. Если у вас там не хватает микро-макроэлементов, то весной при перекопке нужно вот эти какие-то минеральные удобрения все равно добавлять. Хоть сейчас и говорят, что лучше выращивать чистые, экологические, натуральные продукты. Но вы, если год за годом высаживаете на один и тот же участок, выращиваете овощи, фрукты, то почвы, несомненно, они обязательно беднеют. Это уже однозначно. Растения же высасывают все. И если вы грунт новый не завозите и ничего не добавляете, то в конце концов и томаты мельчают, и урожай снижается. Вот некоторые говорят, что а мы пользуемся натуральными подкормками травяными. Но тут не надо путать. В травяной подкормке у нас азот, а нам нужен фосфор и калий, который, если вы не замените или как не добавите нового грунта, то он ниоткуда не появится. Да, можно добавлять рыбную муку, мясокосную муку, но тоже, если участок большой, например, 10-15 соток, для того, чтобы удобрить мясокосной мукой, это очень дорогое удовольствие. Можно добавлять золу, но зола не у всех есть. Если у вас вот такой, такая ситуация, что мясокосной муки нет, золы у вас нет, и вы живете не в плодородной зоне, вот такой, есть какая-то черноземная зона, не знаю, я не видела такой жирной земли в натуральном виде ни разу, то, конечно, нужно добавлять хоть немного осенью или весной минеральных удобрений, которые все-таки немного улучшат вот состав вашей почвы, чтобы там был и фосфор, и калий, и все, что нужно вашим растениям. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, сейчас в следующем видео буду показывать про грунт, несколько видео я уже сняла, добью все-таки до конца тему грунта, чтобы наши начинающие огородники поняли все от и до, все азы, аз, буки, глазки. До свидания.